Алло! А где же тут кто? Имею я пирожные, хоры и есть, что есть, и есть, что ты. А красу, красу я заборы, что кто не ядца мне прослый. Отрубить ему в голову тунеядец. Всем привет! Вышел наконец-то на воду. Ветер очень слабый, шансов на успех, конечно, мало. Сосед уплавает, ни одной поклевки еще не увидел. Ну, давайте попробуем, может быть, где-нибудь что-нибудь найдем, может быть, поэкспериментируем. Вперед! У соседа была одна поклевка и мимо, но сход. Поставил я колебалочку старенькую, подаренную мне одним из подписчиков. Вот чем хорошо колебло. Оно летит хорошо, а здесь нам сейчас самое главное, нужен дальний заброс. Я даже палку взял другую, подлиннее и шнур потоньше. Z-Rex Ambition Z до 28, восьмерка. И шнур аяши 1.0. Вот так вот. Вот смотрите, какая тут глубина всего. Че тут метр с кепкой. Ну что, плыви. Хе-хе-хе, убежал. Ну что, ребят, вот такая простая колеблющаяся блесна за 35 копеек, советская. Как видите, успешно работает. Ну что, будем продолжать. И, кстати, взяла-то недалеко от лодки. Видать, шла за ней до последнего. Вот что интересно. В наш век воблеризации колебалка оказалась совершенно забытой, так, приманкой. То есть многие даже не умеют на нее ловить толком. Все как-то резко перешли на воблер. Мне сейчас кто-то скажет, что, типа, ну а нахрена вся эта затея с колебалками, если можно взять воблер и ловить прекрасно, и нафига учиться ловить колеблом. Ну, да, собственно говоря, может и не надо, но дело в том, что все-таки воблеры стоят немножко других денег. А колебалки вполне бюджетная приманка. Ну, конечно, на фирменные прием колебалки ценники тоже сейчас выросли, но, извините, все равно это не полторы тысячи рублей, как за фирменные там воблера. Так вот, собственно, чего хотелось-то сказать про колебалки. Вот я же говорю, мне кажется, что это абсолютно незаслуженно забытая приманка, потому что все-таки воблеры это довольно дорого. Их надо иметь тоже достаточно много, чтобы осуществлять различные проводки на различных глубинах. А колебло, оно колебло. Его можно как к поверху провести, как и ко дну загрузить, хоть равномеркой, хоть с паузами, хоть джиговой проводкой, как угодно. И раньше, когда я начинал ловить, я покупал фирменные колебалки разные, типа Литтл Клео, там, Вобл Райты, Каусама. И все они прекрасно ловили, но потом я начал замечать, что мой тесть, который ловит на абсолютно простые колебалки, типа наших советских шторлингов, там, Атомов и прочих дел, он не менее успешно ловит на это колебло. И как потом, собственно, я и понял, что все эти колебалки импортные, да и наши сейчас, они все в основном делаются с одних и тех же штампов. Со штампов, которые проверены многовековым, ну, господи, как я сказал красиво, многовековым, ну, очень многолетним опытом ловли наших рыбаков. То есть, без вопросов. То есть, вот они все, те, которыми я ловлю, это в основном все колебалки, теперь уже, скажем так, советские. Нет, у меня еще дома куча импортного колебла лежит в коробке, но самое интересное, что здесь у меня, на даче, все колебалочки советские. Вот они, вот они все родимые. А еще вот целая коробка, которую мне Андрей Геков прислал. Андрюш, спасибо большое тебе за подгон. Прислал мне, подогнал мне со словами, а я на них все равно ловить типа не буду. Вот видишь, а я буду. Вот они все, красивые колебалочки. Да, безусловно, я ловлю на, вот допустим, вот такую каусаму, и на прудах у меня это хит, просто хит приманок. То есть, вот именно конкретно вот эта каусама у меня по прудам ловит шикарно. И я ловлю ей вот именно этой блесной. Я ловлю джиговой проводкой. То есть, я забрасываю, падает на дно, 2-3 подмотки, и опять пауза падает на дно. И вот эта приманка шикарно ловит. Но, вот здесь я больше все-таки перешел на советское колебло. По какой причине еще? У многих импортных колебалок, у них есть четкая зависимость веса и размера. То есть, маленький размер, маленький вес. Чуть больше размер, чуть больше вес. Еще больше размер, еще больше вес. То есть, я вот так на вскидку могу сказать только, допустим, вот фирмы Little Cleo, да, у нее есть, например, один типоразмер приманки, который сделан в разных весах. Там 12 грамм, 14 грамм, 18 грамм. И все это один размер. Это удобно. Что касается наших советских колебалок, то вот конкретно вот эти колебалочки, они очень тоненькие. Это очень легкие колебалки. Но есть точно в таком же размере более тяжелые модели. И я ловлю и теми, и другими. То есть, в зависимости от того, что мне нужно. Потому что, вот как вы сейчас видите, ветер слабый, а приманку надо кидать довольно далеко. И вот воблером я даже не докидываю. Куда-куда я докидываю колебалки. Причем довольно легкой колебалкой докидываю. Я, кстати, совершенно не помню название вот этих всех колебалок. Даже не назову, что из них что. Я, честно говоря, только знаю. Атом, Шторлинг и Черноспинка. Но что из них Черноспинка, я понятия не имею, если честно. Ну, вот такой я туповатый. От рождения. Вот у меня даже есть колебалочка, которую я вообще сам сделал из ложки. И тоже ловит, между прочим, ребят. Тоже ловит. И опять же я перешел на советское колебло по той еще простой причине, что... Ну, а смысл платить в магазине за какие-то фирменные колебалки, которые стоят там по 200-300 рублей, когда можно заплатить за советскую колебалку на птичьем рынке. У нас там, ну, раньше было 50 рублей. Сейчас там по 100 продают. Единственная проблема найти. Найти их. Потому что их, к сожалению, становится все меньше и меньше. Вот. А уж покупать совершенно неизвестные китайские колебалки, которые у нас продают в магазине в огромных количествах, ну, не знаю. Потому что, честно говоря, я вообще в них не уверен. Вот в советском старом колебле я уверен на 100%. И тесть мой шикарно на них ловит. Да, я зачастую его облавливаю воблерами. Но опять же, ценник. А за сим пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Андрею Гекову еще раз привет. Ссылочку, Андрюш, я на твой канал выложу в описании. Спасибо тебе большое за блесна. Буду продолжать ими ловить. Пока. Листья в реке, желтые бруса, Березина заплутала в лесах, Поля зимы изябнут ростки. Заморозки, заморозки. Грустно. Наверное, гуси правы. Что-то по осени заморозки Видно, коснулись моей головы. Заморозки, заморозки, заморозки.